Здравствуйте! Вы продолжаете смотреть телеканал Твер сегодня и, естественно, правильно делаете, потому что сегодня мы предлагаем вам очередной выпуск программы от первого лица, а этим первым лицом у нас будет ни больше ни меньше, как и самый настоящий министр Тверской области. Министр этого зовут Качев Евгений Анатольевич, и министерство называется «Министерство по делам территориальных образований Тверской области». Здравствуйте, Евгений Анатольевич! Здравствуйте, Виктор Иванович! Вы без энтузиазма так это сказали «здрасте!» С удовольствием! Ну, спасибо! Что такое «Министерство по делам территориальных образований» я думаю не знают многие из наших зрителей, Поэтому я бы хотел уточнить, правильно ли я понимаю, что Министерство территориальных образований занимается тем, чем не занимаются остальные министерства? То есть они, ну, допустим, Министерство транспорта или Министерство здравоохранения, они занимаются работать со своими отраслевыми подразделениями в Ржевском районе, в городе Ржеве, в Бельском районе и так далее. А вы как бы работаете с гражданами, которые либо страдают от территориальных подразделений этих министерств, либо как бы радуются их успешной деятельности. Правильно я понимаю или нет? Правильно я понимаю, Виктор Иванович. Более того, вы там назвали, ну, практически многое из того, что мы делаем. Да, действительно, мы не отраслевое министерство, но я считаю, что у нас очень необходимая структура, и многие пытаются представить нашу структуру как неких насмотрщиков на территорию, что совершенно не является действительно и не является правдой. У нас свое отдельное подразделение. Мы занимаемся организацией, координированием взаимодействия губернатора с муниципальными образованиями, с исполнителями органами власти. Мы являемся неким мостиком между муниципалитетами и органами власти Тверской области. Ну, а вот это вот изредка встречающееся к вам не очень доброжелательное отношение местных руководителей, как я понимаю, чаще всего должно быть вызвано тем, что работают они не очень хорошо. И когда тут кто-то приезжает из областного центра и начинает вплотную интересоваться не отчетами, которые можно написать, наверное, красиво, да, а вот реальные работы, то это, наверное, не всем нравится. Это правда. Вот в этом ключе. Можно сказать, какие из наших муниципальных образований, которые я по привычке люблю называть районами, они наименее благополучные с точки зрения вашего министерства? Откуда к вам идет больше всего жалоб от граждан? Вы знаете, нельзя сказать, что вот если я назову какой-то район и назову его неблагополучным, я, кстати, тоже очень люблю название района, а муниципальными образованиями, ну, собственно, время идет, и поэтому в соответствии со 131 законом мы, безусловно, принимаем названия те, которые есть. Соответственно, если я назову какой-то муниципальный образований неблагополучным, ну, я, наверное, обижу все-таки население, да, и обижу. Думайте, правдой можно обидеть. Тех руководителей, которые есть, ну, собственно, правду я говорю тем руководителям, которым я приезжаю, в лицо, да, собственно. Вот, поэтому, ну, есть, скажем так, есть более успешные, есть менее успешные, да, там, это можно, допустим, там, в отвлеченном разговоре можно говорить, допустим, там, хорошие, нехорошие, счастливые, несчастливые, да, там, ну, назовем так, более успешные, более неуспешные. Ну, смотрите, допустим, если территория находится рядом на федеральной трассе или через муниципалитет проходит, а у нас, как известно, через нашу область проходит две федеральные трассы, М-9 и М-10, или какой-то водный объект, эта территория, конечно, более привлекательная для инвесторов. М-9 и М-10 это Москва, Санкт-Петербург, Москва, Рига. Так точно. Соответственно, они более привлекательны для инвесторов. Но ведь многое зависит и от того руководителя, который находится на территории, от муниципального образования, насколько он создает хороший инвестиционный климат для того, чтобы заходили предприятия на территории и для развития этой территории. Ну, я могу назвать, допустим, Сельжаровский район, могу назвать Западнодвинский район. Это в смысле как те, которые более успешны? Которые и отдаленные, и благоприятные условия создают для того, чтобы предоставлять рабочие места. А самое главное, что для человека, чтобы была работа, он за эту работу получал достойную заработную плату, чтобы кормить семью, в конце концов. Допустим, я могу привести пример Сандовский район, Тихомирова, Марина Михайловна. Это легенда уже, по-моему, от муниципального руководства. Да, и Калининский район могу привести. Я не называю общепринятый, я не называю Канаговский район, Киморский район. Потому что, понятно, и трасса проходит, и вода проходит. А вот удаленная территория, безусловно. А Сташка в этом плане? Ему-то, казалось бы, процветать надо? Ну, с Сташком сложная история. Во-первых, территория непростая сама по себе. И, собственно, наверное, не все так просто на этой территории. Не все так просто на этой территории. О том, что на территории Сташковского района озера Селегерта нужно все-таки развивать, наверное, какие-то рекреационные вещи, чтобы это было и интересно, и привлекательно туда ехать. А вот, знаете, наверное, есть смысл сказать нашим зрителям, которые, видимо, как и мы, в большинстве своем оперируют такими понятиями, как район. Понятие муниципальное образование для них еще не очень привычно. Сколько у нас этих муниципальных образований в области? 404. Значит, у нас 404 муниципальных образования. То есть у нас муниципальное образование и сельское поселение, и городское поселение, и муниципальный район, и городской округ. Это все в соответствии со 131-м законом муниципальное образование. То есть 404 муниципалитета у нас. И в каждом муниципальном образовании свои структуры власти. Исполнительная, представительская. Да. Но в некоторых муниципальных образованиях у нас одна главная система, В некоторых муниципальных образованиях у нас есть единочалие, как говорится. Что позволяет 131 закона? Часто меня спрашивают мое отношение к двуглавой системе. Это когда есть глава муниципального образования, который избирает из состава депутатского корпуса, является высшим должностным лицом муниципального образования, и глава администрации, который назначается по контракту, который занимается хозяйством данного муниципального образования. Это теперь называется кое-когда сити-менеджер, а точнее завхоз района. Да, абсолютно точно. Главный завхоз района, назовем это так. Но тем не менее, он должен быть профессиональным человеком. Безусловно, профессиональным человеком. Нормально я отношусь и к той системе, и к той системе. Абсолютно. Человек профессиональный, понимающий хозяйство, должен заниматься хозяйством. Человек, понимающий политики, он должен заниматься политикой. Ну, безусловно, контролирующий орган должен быть, и тот депутатский корпус, который избран населением, он контролирует работу администрации, муниципалитета. Мы сейчас ведем усиленно работу по оптимизации числа чиновников, безусловно, на территориях. И, собственно, если даже, допустим, говорить о моем подразделении, раньше моем подразделении было свыше 80 человек, сейчас у меня подразделение 42 человека. Сократили, то есть почти наполовину. Это реальная оптимизация, оптимизировали, да. Я не оперирую к другим министерствам, я только на своем примере, потому что иногда злопыхатели говорят, вот вы там только увеличились, количество чиновников растет. Я на своем примере говорю. Было свыше 80, осталось 42. Ну, справляемся. Нет, ну, тут, конечно, когда число чиновников растет необоснованно, это плохо. Я полагаю, что если есть закон, там, хорош он или нет, ну, закон надо исполнять. Если у нас 400 с лишним этих муниципальных образований, в каждом из них должен быть, ну, как минимум, один глава, секретарь, кто-то еще, плюс представительский орган власти, да, который их избирает. То есть, ну, это не чиновники, да, это, допустим, избранные люди, но все равно, вот, ну, тут хочешь, не хочешь. Они на безвозмездность, значит, там не платят денег за то, что они избрались депутатами. Ну, я вот не про депутатов, а про чиновников, да, это просто вот хочешь или не хочешь, закон исполнять надо кому. Совершенно верно. У нас почему-то такая традиция, что если пока закон тебя не коснулся, его считают, что можно не исполнять, да, то когда тебя коснулся, а закон где, а куда смотрит там власть? А где тот самый чиновник, который должен исполнять все это дело, да? Идти и сказать, что у вас есть на крыше. Согласен, абсолютно. Ну, ближайшие примеры у нас, допустим, там, у нас сельские поселения сейчас объединяются. Объединяются реально сельские поселения. То есть укрупнения? Происходит укрупнение. И стало быть, меньше будет вот этих? Так точно. То есть, получается, одна администрация получается, там остается специалист один и все. То есть, допустим, если раньше там в администрации сельского поселения работало там 5-7-8 человек, то, безусловно, это много. Страшная ситуация, когда есть бюджет сельского поселения и 90% бюджета сельского поселения идет на заработную плату. То есть 10% остается на то, чтобы что-то сделать в этом сельском поселении. Но это неправильно. И губернатор поставил задачу. Просчитать все это. Он говорит, ребята, вы, конечно, все хорошие, но так жить нельзя. Мы живем непосредственно. Потому что это приведет просто к катастрофической ситуации. Ну, вообще, наверное, муниципальное образование, их органы власти учреждались и даже по закону не для того, чтобы кого-то кормить. Да, там эти хорошие... Абсолютно. А для того, чтобы делать что-то хорошее на территории. Поэтому одни их урезать, а бюджеты как бы увеличить. Абсолютно верно. Если мы, допустим, живейший пример, у нас, по-моему, если не ошибаюсь, Торопинский район, у нас принято решение оптимизировать 5 сельских поселений. Нормально. Хорошо. Опять же, мы же не давим, мы не заставляем делать, мы подходим к каждому району индивидуально. Мы смотрим. Вот если сельское поселение развивается нормально, оно нормальное, самодостаточное, вопросов нет. А если рядом с ним находится маленькое, небольшое сельское поселение, и понятно, что там своего потенциала нет, а рядом с ним сильное сельское поселение находится, ну, почему нет, он Канаковский район, пожалуйста, у нас произошло объединение там Завитовского и Мушканского сельского поселения. Одно сильное поселение, второе там не очень сильно, назовем так, поселение, объединились, и, собственно, идет развитие. Так и другие территории смотрим. У нас есть муниципальные районы, где там осталось буквально 4 сельских поселения. Вот вы назвали Канаковский район в связи с этим. Москва-то у нас его не оттяпает. Не оттяпает. А есть такие поползновения с их стороны? С их стороны. С московской, нет? Нет. Потому что они не хотят этот район. Им не надо больше земли. То есть, ну, просто люди, которые... Ну, Южная Бутова какую-нибудь продвинуть еще. Москвичи, которые имеют дачи на территории Канаковского района, называют это Подмосковь. Вот и все. Ну, собственно, разговоры давно, это на уровне разговора давно ходят, вот там, будет объединять там область, там, что-то такое. Да нет. Нет такого. То есть, это все на уровне, вот, то, что наш брат любит выбрасывать, чтобы самим к себе добавить вопрос и поработать. Конечно, абсолютно. Главное, сами вбросят, сами поверят в это, сами это обсуждают, найдут себе врагов, поборются с этими врагами. Ну, как-то так. А Бельский район в сторону Смоленска не уползет? Нет, не уползет. Уж Бельский район точно не уползет. Точно не уползет. Точно не уползет. За столблен. Учитывая, родина нашего командира никуда не уползет. Это в смысле губернатора? Это в смысле губернатора. Понятно. Вопрос такой, у нас вот в ближайшее время будет отмечаться юбилей Ржевской битвы, а точнее освобождение города Ржева, да? А еще через пару лет будет большой-большой юбилей, 800 лет, по-моему, Ржева. 800 лет до Ржева. И на это дело, насколько я знаю, президент нашей страны дал согласие или распорядился выделить совершенно какую-то там колоссальную сумму, по-моему, в 4 с лишним миллиарда рублей. Ну, назовем так, подписан указ президента о праздновании. Да, но в него заложена эта сумма. Заложена. Заложена. Что с ней делать будут? Нельзя ли за эти деньги второй Ржев построить? Более благоустроенные. Эти деньги точно второй Ржев построить нельзя. Ну, немалая сумма, согласитесь. Сумма, сумма огромная. А вот, сумма огромная. Там кое-кто в Оржеве уже, наверное, готовится это дело. Я думаю, что точно готовится. Но я так думаю, что созданы все предпосылки для того, чтобы это не случилось. Это первое. Да, потому что контроль за выделением федеральных денег будет очень большой. Если вы обратили внимание, в последнее время в средствах массовой информации, собственно, и все, что происходит, идет, ну, если назовем тотальным контролем, по крайней мере, да, там о том, что говорится. То есть, возбуждается очень много уголовных дел и других неприятных действий для тех людей, которые были замечены в неправоправных действиях по отношению к государственным финансам. Соответственно, я абсолютно уверен в том, что контроль будет тотальный за расходом тех средств, которые будут выделяться на это празднование. Потому что дата совершенно серьезная, абсолютно серьезная дата. И я так думаю, что и мероприятия, которые готовятся к проведению, будут проводиться тоже серьезные. Подготовка, она занимает, ну, наверное, больше времени у главы города, у главы администрации города Ржева, у главы города Ржева, вот, как бы с умом, с толком распорядиться, не потратить, а именно распорядиться этими деньгами, чтобы все-таки город был красивый. Я надеюсь, они, эти все деньги, пойдут не на само празднование, а на что-то более существенное. А, собственно, на празднование, как на таковое празднование денег-то будет немного на само празднование, на эти какие-то фейерверки и так далее. Дороги сделать, на благоустройство, конечно, на благоустройство пойдут деньги, на развитие инфраструктуры города, на различные другие хозяйственные вещи. Именно так, потому что, ну, это просто название праздника, название как типа. Поводка. Да, да, это не просто день города, который бывает раз в году, да, там, пригласили артистов, там, сделали фейерверки, нет. Это целый период времени на подготовку, безусловно, потому что если приглашать гостей, ну, куда мы пригласим гостей, чтобы они ехали по колдобину, убивали там машины и так далее, орали потом, куда мы приехали. Нет, конечно, они должны приехать в красивый, современный, благоустроенный город. А вот с точки зрения вашего министерства, упомянутые здесь праздники под названием Дни города, да, День города, там, День города, здесь, они вообще смысл имеют, не утратили, потому что превращаются в пьянки, извините, да, в трату выбрасывания денег на фейерверки. Причем, насколько я помню, раньше я как-то участвовал в их подготовке в городе Твери и помню на оргкомитетах меня просто ошеломляли цифры на те же фейерверки, которые платятся каким-то там питерским фирмам, да, вот какие-то гонорары артистам второсортным, ну, несусветные. И сразу закрадывалась мысль, а получают ли те же артисты полностью эти гонорары озвученные, да, или что? Но вот смысл-то остался в этих, потому что даже, извините за такую длинную речь, я помню, как рождался День города Твери, и когда он изначально рождался, как праздник вот столицы, края, где три реки, да, истоки, как это и тогда символика такая была, и вот все от этого плясалось, обыгрывалось. То есть представления были не просто марш, там, я не знаю, какого-нибудь орхестров, духовых, они несли смысл, которые рассказывали об этих реках, да, вот некое познавательное начало было. Сейчас превращается, ну, все знаем, во что превращается. Особенно с утра, да? Особенно с утра, когда едешь, допустим, там, на работу с утра смотришь после Дня города белым-бело. Да. Собственно, у меня отношение, ну, практически такое же, Куас Викторович, практически, с определенными ногами. Значит, если муниципалитет может себе позволить проводить День города и понимает, зачем он его проводит, надо проводить, абсолютно точно надо проводить. А вы не пытаетесь вмешиваться с фибридом, сказать, ребята, ну, у вас тут нет, грубо говоря, ни концепции, ни смысла до этого города? Во-первых, значит, в соответствии с 31 законом мы не можем, но у нас есть свои методы разговора, скажем так, да, там, мы же можем оказать консультационную помощь, да, в этой ситуации. Должны даже, я бы сказал. Да. Мы на это дело смотрим, безусловно. Если мы понимаем, что у муниципалитета нет денег, допустим, для того, чтобы, там, какие-то первоочередные решить социальные нужды, а тратить сумасшедшие деньги или запланированные какие-то сумасшедшие деньги на День города, безусловно, мы, ну, мягко скажем, не будем рекомендовать проводить такой День города. Хотя, допустим, опять же, например, там, определенных районов, допустим, Андреапольского района, кстати, вот я с большим уважением к главе отношусь к Николаю Николаевичу Баранику, там, у нас мэтр, вот, и там, я учусь у него, и мне очень приятно с ним всегда общаться. Вот, как, допустим, Западная Двина проводит День города, как проводит Сележарова, наши районы такие, они со смыслом проводят, они приглашают гостей себя, они приглашают к себе инвесторов, тех людей, которые вкладывают свои средства в развитие данного муниципалитета. Вот, и фейерверк, он не стоит денег бюджетный, он стоит денег спонсорский. Вот, и спонсор говорит, что, я вот, допустим, благодарен за то, что вы ко мне здесь на территории так и относитесь, я вам дарю, допустим, там, фейерверк, или я там какой-то творческий коллектив вам дарю. Вот этот подход не тратит бюджетные средства, а те средства, которые как бы благотворительностью зашли на территорию данного муниципалитета. Потому что есть у нас муниципальное образование, на которое хоть точно Дни городов проводить не надо, это как первое время, чем мы будем. Вот, насколько я знаю, вам в силу вот этой должности приходится очень много ездить по области, и ездить в том числе вместе с губернатором, готовить вот приезды на места. Такой, скажем, коварный вопрос. А не превращаются его приезды на места вот в то, что мы показываем, то, что надо показать, там, покрашенное, помытое, заасфальтированное, а если два шага в сторону за угол, то мы видим то, что видят все, да? Вот не превращаются вот это в такие вот потемкинские деревни на время, те города, там, поселки, куда он приезжает? Была опасность, была опасность такая. Ну, мы так себе могли представить, зная, как бы, что человек... Ситуация, она такая, что даже глава отдаленного района, он хочет показать какую-то конфетку, которую он смог сделать из ничего, как бы, да? Нет, ну, если она сделана, действительно сделана, а не приготовлена специально, да? Согласен, абсолютно согласен. Значит, мы предполагали, что такая опасность может быть, но нужно знать нашего губернатора, да, там. Вот. Когда он едет на территорию, он, вот я точно, абсолютно понимаю, он знает, куда он едет. Он знает, чем он может встретиться. И он знает, что вот это вот сделано, а если зал угол зайдет, то там не сделано. У нас всегда есть в наших поездках незапланированные объекты. Есть объекты, которые мы смотрим, понятно, всегда смотрим социальные объекты, всегда смотрим социальные объекты, которые, допустим, по программам там сделаны, там, на сто финансированные. То есть, в смысле, детские сады, больницы. Детские сады, больницы, там, дома по программе переселения ветховарийного, там, то есть, где задействованы, там, средства областные, там, федеральные, там, местные. Обязательно смотрим, как социалка работает, потому что, ну, социалка это основное, как бы, да, там. И есть незапланированные объекты. Вот, допустим, едем по дороге, много раз так было, едем по дороге, ага, а что это такое, что за улица, ну-ка, давай сюда на эту улицу. И глава знает. И здрасте. И здрасте вам. И так происходит регулярно. Вот это вот здрасте глава старается не допускать. В каком плане? Потому что они, готовясь, они не готовятся к одноразово приезду губернатора. То есть, есть понимание, что это нужно делать регулярно. Потому что, если улица убирается регулярно, то она и чистая, да. Ну, благоустройство тоже. Ты въезжаешь в город, и сразу, допустим, когда по дороге, видишь, вывеска висит. Ну, как, она покрашена, не покрашена, ну, там написано какой-то населенный пункт. Ну, это же отношения. Какой-то район написано, допустим, название, там, какой-то район, там, точно, Малаковский район, там, еще какой-то район, там, Малаковский район. Все с вывески начинается. Конечно. Если у тебя обочина выкашена, дорога у тебя выкашена, ну, соответственно, и ехать-то. Понятно, что заасфальтировать все невозможно, самая большая протяженность наших дорог, да. Вот, но если обочина выкашена, ну, значит, работает власть. Если по муниципалитету едешь и чистые улицы, понятно, что нельзя, там, бордюры все выкрасить. Вот, если нет мусора, ну, значит, работает власть. Поэтому глава знает, что просто по темнической деревне командиру показать нельзя. Ну, вот мы начали разговор с того, что ваше министерство, оно, как бы, работает напрямую с гражданами, а не со своими структурными подразделениями на местах. Эти граждане могут, естественно, вам и, наверное, так и делают, рассказывать о всех самых больных своих вопросах. В этой связи, насколько часто в нашей области от граждан поднимается, гражданами, вернее, поднимается вопрос межнациональных отношений? Насколько остро, вот, с точки зрения вашего министерства, он стоит у нас или не стоит? Да, знаете, слава богу, как-то так остро вот этот вопрос у нас не стоит. Периодически, ну, периодически это всплески есть. Ну, это хулиганские выходки, насколько я знаю. На самом деле это хулиганка, это абсолютная хулиганка, да, и начинается это с какой-то молодежной среде, потому что, ну, понятно, что у нас на территории много национальности, да, вот. Вот, и диаспора работают, я знаю многих лидеров диаспор, действительно, очень достойные, приличные люди, вот, но у нас нет, нет такой резкой, вот, помните, грустное событие, которое у нас там в Ржеве, были-то несколько лет назад, в Твери тут несколько, несколько лет назад было. Ну, они же тоже были не столько на межнациональной почве по принципу тому, что ты плохой, потому что ты там, грубо говоря, из другой восточной нации, а потому что там вот есть объединение, ну, понятное дело, что люди, оказавшиеся, скажем так, не на своей малой родине, да, они тянутся друг к другу, это понятно, да? Это недостаток воспитания, это недостаток воспитания, мы понимаем, что происходило после развала там на территории, да, некоторые люди там в своем возрасте, там, в 14-15 лет лучше знали, как разбираются автомат, чем прочитать какое-то там стихотворение или книгу какую-то, не знаю, на букву до конца. Да, да, согласен, вообще читать, да, поэтому, вот, и касаясь там темы работы, мы, безусловно, мы работаем своими структурными подразделениями, и у нас эта форма, я благодарю губернатора за то, что он поддержал ту форму работы, которую мы предложили, мы проводим советы глав муниципальных образований, у нас, значит, существует орган, ассоциация глав муниципальных образований, где объединены все главы, и последовательно в Тверь вступила, вот, значит, у нас всего больших 43 муниципальных образований, 36 районов, 5 городов и 2 ЗАТО, закрытых административно-территориальных образований, вот, и, значит, разделены они у нас, ну, скажем так, слово нехорошее, территориально, не хотел сказать по зонам, территориально, северо-восточная территория, вот, по кустам, назовем так, по кустам, да, по кустам, северо-восточный куст, центральный куст и юго-западный куст, вот, соответственно, гораздо проще решить вопрос, задать вопрос, услышний ответ, когда собирается, допустим, 15 глав, а не 40 и не 400, правильно? Вот, соответственно, это практика, мы раз в квартал собираем глав именно по кустам, вот, и каждый глава готов принять себя на территории своих коллег, показать, чего он достиг, кстати, главы очень ждут этих встреч, потому что это очень хорошая возможность обменяться опытом, вот, иногда бывает так, что, допустим, не разговаривать между собой, вот, и кто спросил, а как ты вот этого делаешь в ЖКХ, как ты вот этого делаешь в ЖКХ, и потом раз, так, ответ приходит, вот так, слушай, так просто, а я до этого не дошел, потом мы точно так же, кроме того, что мы работаем с большими главами, мы их называем большие главы, с маленькими главами, это главы сельских поселений, городских поселений, самое маленькое, то, что раньше называлось сельсоветом, ежеквартально мы точно так же их собираем на наши кустовые семинары, и, конечно, собирается побольше, поскольку мы, я, как ранее говорил, их 404 человека, мы их собираем там по 150 человек, собираем там в муниципалитетах, мы проводим с ними учебу, Мы приглашаем туда. Во-первых, мы спрашиваем, о чем бы они хотели услышать, какие советы, кого бы хотели услышать из министров, из профильных министров, ответ на какие вопросы. И все приезжают к министру на такие совещания? Да, да. Если министр не может сам, он присылает не ниже заместителя министра. Мы считаем, что это очень хорошая форма. Более того, мы ввели еще одну новую форму работы. Мы ввели советы управляющих делами. Мы понимаем, кто в администрации отвечает за определенные процессы внутри. Как настроен коллектив внутри администрации? Это управление делами. Мы сделали совет управления делами муниципалитетов. Тоже очень хорошая форма работы. Это и квалифицированная помощь во время оказана. И мы питаемся информацией о том, что происходит на территориях. И мы корректируем, зная эту информацию о муниципалитетах внутри, мы корректируем свою работу. Потому что наш процесс, мы же не просто сели вот так, а там сидим и такие тут умные все. Мы учимся у них одновременно, они у нас, а мы у них учимся. Время-то идет, и мы должны вместе. А вот на ваш взгляд, насколько на этих совещаниях, когда в них принимает участие губернатор, главы, насколько они искренне и открыто с ним говорят? Не пытаются ли они как-то отделаться формальными вопросами или скрыть какое-то реальное положение дел? Потому что, ну, помните, раньше говорили, что Сталин не знал о репрессиях, потому что ему никто не говорил. Ну и так далее. Что чем выше начальник, тем меньше он знает о реальной жизни. От этого все наши, якобы, ну или многие наши проблемы нашей страны, да? Вот в данном случае не пытаются губернатору подсунуть, ну, извините, не совсем правдивую картину ситуации, я не знаю, в каком-нибудь лесном районе или Краснохолмском муниципальном образовании. Иногда бывает, но для этого мы существуем. Для того, чтобы ему правдивую картинку принесли. А вот я к этому, собственно, и вел. То есть, по идее, если любое профильное министерство, оно отчитывается отчетами, да, бумагами, то есть вот здесь цифры, цифры можно посчитать, в принципе, проверить, откуда они взялись, то ваше министерство в данной ситуации проверить сложно. То есть, по идее, губернатор должен испытывать к его деятельности и к главе этого министерства, извините, особое доверие, да? Как часто вы ему вот приносите, что ли, кладете на стол вот эти вот бумаги, докладывая о ситуациях на местах? Ну, во-первых, у меня есть курирующий заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Додубина Сергея Анатольевича, с которым мы перед тем, как губернатор доклада, мы с ним обсуждаем, безусловно, мы регулярно обсуждаем те проблемы, которые существуют у нас на территории. Вот. По мере необходимости, скажем так. По мере необходимости. То есть, я уверен, что губернатор имеет правдивую картинку и правдивую информацию о том, что происходит у нас на территории. Ну, наверное, если бы это было не так, я не был бы востребован, и наше министерство не было бы востребовано. Ну, вы, наверное, помимо прочего, отслеживаете в районах вот эти выборные процессы, да? Когда там кого-то назначают, выбирают главы. Да. Безусловно. Безусловно. То есть, это не остается на самопроизвольное течение, чтобы там в главах вдруг не попали какие-то бандиты, выходцы, или там люди с такой репутацией, что даже лучше бы бандиты, чем они. Как-то отслеживается вот это? Это, безусловно, отслеживается. Более того, кандидаты, соответственно, они, значит, проходят отбор и через специальные органы, которые у нас есть, да? То есть, информация же есть о каждом человеке, безусловно. Вот. И стараемся, чтобы такие люди не попадали, или меньше попадали в органы власти. Потому что, ну, те годы, наверное, лихие 90-е, они затронули, в хорошем и плохом смысле, затронули, наверное, там много населения. Поэтому ярлык-то можно навесить, да? Очень быстро. Но очень сложно отмыться потом от этого. Да. Вот. И в том числе мы на это смотрим, потому что есть человек, допустим, раз, ляпнули про него что-то, сказали там, а вот он такой, а вот он с этим. Ну да, он с этим. А он потом с этим был, с этим и с этим был. Допустим, там был при трех или при четырех губернаторах. Так, может, это говорит... Это вы на кого нанекаете? Ну, у нас в правительстве, в области очень много людей, которые работали еще при предыдущих губернаторах. Вот. И говорят, что... Ну, так, может, это говорит о том, что человек профессиональный, если он сидит на своем рабочем месте. Я лично знаю очень высокопрофессиональных людей вот с таким послужным списком. Совершенно верно. Я точно знаю, что у меня, допустим, в министерстве там, ну, как минимум, пять человек работают уже там при, ну, получается, при третьем, да, при четвертом губернаторе. Тогда еще был у нас... Глава области. Да, 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 Суслов Владимир Анатольевич. И, собственно, мэтры есть чем поучиться, есть всегда чем посоветоваться и так далее. К сожалению, Евгений Анатольевич, время наше вот заканчивается, наши передачи, и я должен задать вопрос, который, наверное, на данный момент будет последним. Я надеюсь, что это не последняя наша с вами встреча, вот. А вопрос этот на данный, на сегодняшний день последний звучит так. Вот сейчас, это у нас, можно уже сказать, середина февраля. Ну да. Какие наиболее актуальные, злободневные вопросы стоят вот перед вашим министерством, что вы должны решить, вот, прям, вот, извините, кровь из носа в самое ближайшее время? В самое ближайшее время кровь из носа. Ну, у нас, собственно, непростая ситуация сейчас в Удомельском районе. А чего там? Мы там сейчас, ну, там, внутренние процессы происходящие, там, выборы прошли, у нас там, внутренние процессы происходящие. То есть, помочь людям построить... Да, да, выстроиться там, выстроиться внутри. Вот, значит, ну, ближайшее, что мы будем проводить, у нас кустовые сейчас семинары с большими главными будем проводить. У нас 21-го на Бандряпольском районе, 27-го будем вроде в Красном холме, вот, и 1-го числа в Калининском районе будем собирать. Это то, что у меня вот сейчас по первому плану стоит, потом, Мартин, очень хорошая практика, выездное заседание правительства. Вот, выездное заседание правительства будет. То есть, вы их готовите? Готовит аппарат, вот, мы совместно, да? И где на этот раз будет? В Кашине будет. А оно там будет проходить, и оно будет касаться большей степени Кашинского района или нет? Просто вот в Кашине будет говорить о том, о чем вы говорили здесь, в Твери. Значит, Кашинского района будет касаться непосредственно, потому что одна из составных частей, это отчет главы Кашинского района, главы администрации Кашинского района. Перед всеми туда приглашаются все главы, вот, и все, правительство приглашается. А вот, что ж ты сделал, мил человек, за то время, которое ты у власти? Расскажи, пожалуйста. То есть, не здесь, а на месте, где можно пощупать, где можно потрогать, где можно посмотреть. Ты можешь сказать, вот ты говоришь, что у тебя там вот это, вот это хорошо, пошли посмотрим, где у тебя здесь хорошо. Что ты, допустим, скажешь, вот у меня там чисто вот здесь и вот здесь. Хорошо. Покажи, где чисто, посмотри, да, чисто, хорошо. А если ты соврал? Вот, ну вот. А вот выбор этих городов, где проходит, такие они случайные или не случайные? Или там какая-то очередность? Есть нормальная очередность, так же, как и в проведении, допустим, семинаров с главными городских сельских поселениями, с большими главными. Вот есть очередность, безусловно. Одна территория может себе позволить, допустим, принять у себя там 150 человек, там 200 человек. А какая территория не может себе позволить? Ну, как маленький, Молоковский район, там, лесной район. Ну, даже... Расселить негде. Да, совершенно верно. Комендировавши. Совершенно верно. Поэтому оказываем помощь и в этом тоже мы оказываем помощь. Ну, что мне остается? Мне только остается пожелать успеха вам. Работа, конечно, очень ответственная и я полагаю, что очень интересная, судя по тому, как у вас глаза горят. Вот, поэтому успеха и еще раз приглашаю в следующую программу, которая будет, ну, не знаю, когда-нибудь будет. А пока спасибо вам большое, что согласились, что, на мой взгляд, достаточно много интересного рассказали. А вам, уважаемые зрители, большое спасибо, что все это время оставались с нами и, надеюсь, впредь тоже будете нашими зрителями. Спасибо, всего вам доброго. До свидания.